Память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне по-прежнему живет в наших сердцах. Одной из самых трагичных и незабываемых страниц войны является блокада Ленинграда. В числе жителей нашего города есть люди, опаленные огнем сороковых пороховых, для которых блокада – это часть их биографии. В конце января 1944 года Ленинград был полностью освобожден нашими войсками от блокады его немецко-фашистскими захватчиками. День освобождения является днем воинской славы России. Многие тысячи солдат и офицеров сложили свои головы в ожесточенных боях с фашистами. Трудно исчислимые потери мирного населения во время блокады. Блокада коснулась практически каждой ленинградской семьи. Те, кто чудом выжил, до сих пор хранят в сердце боль утрат. Жительница нашего города Нина Петровна Таран, оставшись без родителей, была вывезена вместе со своей сестрой по дороге жизни из осажденного города в 1942 году. Позднее она окончила техникум, вышла замуж, работала на Дальнем Востоке. Техникум, когда закончила, меня направили работать в Уссуриск, в Дальний Восток. Работа была хорошая, отнеслись очень хорошо. Там у меня дочка родилась. Ясли ее устроили. В общем, все было хорошо. Но потом уже захотелось вернуться на Кубань. С тех пор ее судьба неразрывно связана с Краснодарским краем и нашим городом. У нее двое детей, двое внучек, есть уже и правнук. Она давно на пенсии. Не раз бывала в Ленинграде, теперь в Петербурге. И этот необыкновенный город ей по-прежнему дорог. Поздравить Нину Петровну пришел глава Славянского района Роман Синеговский. Вы выстояли, поэтому мы вас поздравляем. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, долголетия, мира вам, добра и всего вам самого доброго. Нине Петровне были вручены памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады, ценный подарок и цветы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».